Всем привет, с вами председатель. Врут нам историки или просто не говорят правду, суть и дело не меняет. Сегодня поговорим о Суворове. Многие просили доказательств, и я предоставлю все ссылки на письма Суворова, на его автобиографию, кем была Суворову Екатерина Вторая, или лучше ее называть своим именем, София Августа Фредерико. Правда ли Суворов прошел весь путь от солдата до генералиссимуса, как рассказывают нашим детям в учебниках истории? Рассмотрим герб рода Суворовых, поговорим о цензуре тех лет, о тайной канцелярии, о том, что цензура на Руси и появилась с приходом к власти Романовых, как в сохранившихся письмах Суворова были вырезаны прямо из самой середины безобразным образом куски текста. А учим мы историю уже отредактированную и прошедшую несколько раз цензуру. Поговорим обо всем этом, о многом другом, но в начале минутка спонсора. Raid Shadow Legends это пошаговая коллекционная РПГ с красивой графикой. В игре есть все, от подземелий с боссами до сражений на арене с другими игроками. Начать играть в Raid очень просто, в игру играют более 1 миллионов игроков в день, а в ютубе об игре выходит около 1000 видео в неделю, которые помогут вам прогрессировать. А достигнув 50 уровня, я вас возьму в свой клан, культурный слой. Там только единомышленники как раз осваиваем новую групповую арену, за достижение в которой скоро начнут раздавать крутые награды. Играй в Raid на компьютере или на мобильном, игра абсолютно бесплатная. Так что торопись, качай Raid по моим ссылкам в описании и получай классные призы. Ну а также крутого чемпиона Палача в качестве бонуса. Тяжело в учении, легко в бою. А это уже говорил Суворов. Давайте поговорим о нем. Совсем в недавней нашей с вами истории мы помним, кто прятался под чужими именами. Но для чего же? Видимо, была на то причина. Я мог бы перечислить всю верхушку ВКПБ. Ну, можно ограничиться Зиновьевым, Каменевым, Троцким. Но на самом деле Григорий Евсеевич Зиновьев является Евсеем Аароновичем Родомысльским. Каменев это Розенфельд, Лев Троцкий это Лейба, Бронштейн и так далее. Послушайте, даже Леонид Осипович Утесов на самом деле Лазарь Иосифович Вайсбейн. Очень странно, ведь мы знаем, что евреи гордятся так называемой богоизбранностью своего народа. Библейская нация. Но для чего же тогда брать русские имена и фамилии? Видимо, чтобы расположить к себе. И точно так же. Чуть больше двух с половиной веков тому назад Екатерина Вторая и Петр Третий прячутся за русскими именами. Хотя одна София Августа, а другой Карл Ульрих. Так давайте и будем называть всех своими именами. И тогда все встанет на свои места. Как ловко придумали нам, что русские такие серые и неотесанные, что имен иностранных выговорить не могут. И всех кличут на свой манер. Иванами да Марьями. Но на самом-то деле все выглядит совершенно по-другому. Вы представляете, что на русском престоле сидит не Екатерина или Петр, а София Августа Фредерика и Карл Ульрих. Так все сразу становится понятно, кто правит. И как вы думаете, были ли эти Софии Августа и Карлы Ульрихи защитниками простого русского народа? Царь-батюшка и царица-матушка. Послушайте, кому крепостным крестьянам была матушка и София Августа Фредерика Ангаль-Цербская? Вряд ли. Как раз в ее правление крепостное право набрало просто пик своего ужаса по отношению к людям. В правом верхнем углу экрана у вас появится подсказка на мои фильмы о крепостном праве. Так кому же была она тогда матушкой? В этом фильме я буду ссылаться на официальные документы, автобиографии, карты, книги, которые признаны официальной историей. Но так как не все сейчас любят читать? А наши историки некоторые нюансы этих документов просто не афишируют. В прошлом своем фильме герои, навязанные официальной историей, многие просили подкрепить свои выводы и повествование конкретными фактами. Как, например, когда я говорил об информационной войне, я сказал, что ее придумали не сейчас. Хотя нам утверждают, что это современные методы ведения войны. Почитайте Ветхий Завет и ознакомьтесь со всеми коварными методами ведения войн. Так вот и 250 лет назад, как нам датируют те события наши историки, прибегал к методам информационной войны национальный герой России Александр Васильевич Суворов. Под видом войск Пугачева грабил и убивал мирное население, чтобы настроить его против своего врага. Вот именно это мое высказывание многих шокировало и было много комментариев с просьбой сослаться на источник этой информации. В этом фильме я это сделаю. Все мои слова будут подкреплены документами. Так давайте начнем с автобиографии Александра Васильевича Суворова. Русского полководца, национального героя России, генералиссимуса, генерал-фельдмаршала Священной Римской империи Германской нации, князя Италийского, графа Суворова Рымникского. Кстати, почему-то в последнее время Священная Римская империя теряет приставку Германской нации. Почему же? На латыни она звучит как Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanica. Забавное совпадение, что все наши цари тоже германской нации выбирают себе жен немок и носят фамилию Романовы. Да, совпадение. И герб Священной Римской империи Германской нации отдаленно похож на герб России. Да нет, это же византийский герб палеологов. Именно он был взят в основу герба Руси. Ну, а потом и России. Римская империя тут ни при чем. Опять случайное совпадение. Пускай. Так давайте вернемся к моему вопросу. Кому же была матушкой София Августа Фредерика Ангальцербская? Открываем автобиографию Суворова. Ее, кстати, можно найти в современном виде на той же Викитеке, уже с исправлением орфографических ошибок. Но я потрудился и нашел впервые напечатанное в 1901 году издание письма и бумаги Суворова из Суворовского сборника Императорской публичной библиотеки. Дозволено цензурою Санкт-Петербург 26 июня 1900 года. О цензуре мы тоже обязательно поговорим в этом фильме. О секретных комиссиях и тайной канцелярии. 21 страница. В чувствительной моей благодарности не могу умолчать. О излиянных на меня благоизволениях. Ея императорского величества, всемилостивейшей монархине нашей, великой государыне, милосердной матери Отечества, проницающей службу и усердие наше. Это слова Суворова о Софии Августе Фредерике. Ну, можно сказать, это автобиография. И милосердной матерью Отечества необходимо было назвать Софию Августу. Но вот частная переписка. Письмо Суворова к дочери. В 1819 году с Сергеем Глинкой издана жизнь Суворова, им самим описанное или собрание писем и сочинение его. Находим эту книгу на сайте Государственной публичной библиотеки России. 108-я страница, читаем. Внизу сноска, перевод, графиня двух империй. Так он обращается к своей дочери. Любезная Наташа, Суворочка, ай да надобно тебе всегда только благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам, У меня горячка в мозгу. Да кто и выдержит. Слышала ли, сестрица душа моя? Дюма маньяни мэ. Простите меня за мой французский. Читаем внизу перевод. От моей щедрой матушки, то есть от императрицы Екатерины. Рескрип на полулисте. Будто Александру Македонскому. Знаки святого Андрея. Тысяч в пятьдесят. Да выше всего голубушка первый класс. Святого Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце. Чуть право от радости не умер. Божие благословение с тобой, отец твой, граф Александр Суворов Рымникский. Вот для кого София Августа является щедрой матушкой, матерью Отечества, для ее окружения, но никак не для простого народа. Обращаю ваше внимание, что Суворов пишет на русском очень плохо. Мешает язык с французским, с немецким. Давайте почитаем, что пишет об этом издатель. Писем и бумаг Суворова из Суворовского сборника. Ну, соответственно, что дозволила цензура в 1900 году. Тут описано, кем и как собирались письма Суворова, где хранились, кому передавались, как в итоге создался этот Суворовский сборник, который только в 1884 году был передан в имперскую публичную библиотеку в Санкт-Петербурге. Этот Суворовский сборник состоит из 14 томов. В общем, они занимают 2789 страниц или листов. Исходящие бумаги писаны частью лично Суворовым, частью секретарем его, курицом или писцами. Некоторые заметки Суворова писал по-французски под его диктовку, поступивший на русскую службу военный инженер, подполковник Дево Лан. У некоторых писем сохранились конверты с большими сургучными печатями, со знаменами, пушками и саблями, и девизом Суворова «Virtute et veritate», что с латыни переводится как «сила и правда». Удивительно, но в самом конце своей автобиографии Суворов описывает свой герб. Давайте я вам его покажу. Вот он, фамильный герб Суворова. Это вот копия с гербовника, а вот герб Суворова в гербовнике датского ордена. Здесь внизу мы видим равносторонний крест и внизу надпись на латыни «Fides et Fidelitas». Что значит «вера и верность». Но вот выше в самом гербе уже девиз написан по-русски «За верность и ревность». Возможно, рисовавшие датчане этот герб немножко ошиблись. Ну и на самом гербе мы видим два льва, которые держат щит с различной символикой. Я сразу скажу, что не специалист в гербах и знаках каких-то гербовых символах. Может быть, среди вас есть специалисты, которые опишут нам этот герб. Я лишь могу обратить внимание на мантию, на корону. Историки нам скажут, что это княжеская мантия и корона. Я, честно говоря, сомневаюсь. Ниже три рыцарских шлема. Они все тоже в коронах. Причем короны не идентичные. Над центральный орел. По всей видимости, двуглавый орел Российской империи. Со скипетром, державой, с коронами, с крестом. Слева орел без побрякушек. Голенький. А справа рука с саблей. Кстати, вот что мне пришло на ум. Три короны. Это трек-руно. Национальный геральдический символ Швеции. Я думаю, те, кто смотрит хоккей, об этом знают хорошо. И, кстати, об этом в своей автобиографии прямо в самом начале Суворов пишет. В 1622 году при жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции Наум и Сувор. И по их челобитию приняты в российское подданство. Именуемые «Честные мужи». Разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы. Тут есть сносочка 2. И в конце в примечаниях читаем. Это уже не от Суворова, а от наших историков. Род Суворова много древнее, чем он сам думает. В старинной родословной Наумовых, происходящих от юды Суворова-Наумова, мы встречаем немало лиц, носящих фамилию Суворовых. Отнеся начало их рода к 1622 году, трудно допустить, чтобы он в какие-нибудь 80 лет разросся до такой степени. По крайней мере, в 1699 году мы находим 19 человек, одних помещиков Суворовых. Ну и так далее. В общем, опровергают, что Суворов рот свой берет от шведов, от норманов, а пытаются сделать его русаком. Но это отступление, давайте продолжим про девиз Суворова на гербе. Вот герб графа италийского Суворова-Рымникского 1831 года из Российского государственно-исторического архива. Здесь он в самом лучшем разрешении, и ссылку на этот герб я оставлю внизу, в описании под этим роликом. Вы можете описывать его в комментариях, но лучше, пришлите ваше описание мне на почту. И в следующем фильме, если найдем что-то интересное, в этом гербе обязательно его разберем поподробнее. Здесь девиз за веру и верность. Точно, как и на датском варианте, который внизу написан на латыни. Фидес эт фиделитас. Но чьи же тогда печати с девизом сила и правда? Вертуте эт веритате, о которых нам говорят авторы этой книги. Еще раз зачитывая, у некоторых писем сохранились конверты с большими сургучными печатями, со знаменами, пушками и саблями. И девизом Суворова Вертуте эт веритате. Читаем дальше. Большая часть хвостовского собрания, по-видимому, дошла до нас, но, к несчастью, оно не избегло цензорских рук. Некоторые письма, почему-либо неудобные для хранения, были уничтожены. Тексты других обрезаны или в середине, или в нижней части, а иногда почти целиком. В одном письме Потемкина к Суворову от 29 апреля 1787 года оборвано нижнее поле с текстом, кажется, для более удобного приложения сургучной печати. Часть писем утрачена или перешла в посторонние руки и уже обнародована. Это, к слову, о цензуре и о тех документах, которые дошли до нас. По которым, собственно, мы и изучаем те или иные личности. Ну, как говорится, ничего не поделаешь. Нам приходится опираться только на то, что мы имеем. Как вы думаете, что же было в этих письмах, что их нужно было так уничтожать или цензурировать? Некоторые письма, почему-либо неудобные для хранения, были уничтожены, тексты других обрезаны или в середине, или в нижней части, а иногда почти целиком. А вырезали все то, что не подходит под романовскую историю, которую писали придворные историки. Смотрите, вот здесь мне показалось интересным. Авторы пишут. Известный, хотя несколько переиначенный французский афоризм, говорит «Le stisse l'homme», что значит «стиль — это человек». Гениальные люди должны выражаться языком понятным для большинства, ясным и точным. Этих качеств однако мы не встречаем в языке писем Суворова. Он отнюдь не должен служить образцом слога. Это еще не может иметь особого значения, потому что не каждому дандар изящно выражать свои мысли. Тут пишут, что вот почему даже умные люди вроде знаменитого Ермолова не понимали его. Я читаю выдержки, вы можете прочитать эту книгу целиком. Ссылку на нее я также оставлю в описании под этим роликом. Читаем дальше. По собственному признанию Суворова он был плохим стилистом. Тут имеется в виду стиль речи. Мало того, он не обращал внимания на изящество слога. Еще одно. Если мы скажем, что в настоящее время суворовские письма нельзя читать без подробного комментария, мы едва ли ошибемся. Устарелые и иностранные слова или провинциализмы мы еще поймем, но целый ряд инициалов, сокращений и условных или специально придуманных автором слов и выражений, пустой звук для современного читателя и всего грустнее для будущего историка-генералиссимуса. Это пока все о слоге, о манере письма, а сейчас будет о грамотности. Вот, пожалуйста. Пишет Суворов неправильно стилистически и безграмотно, но мы охотно извиним ему эту безграмотность. Грибовский говорит положительно, что бывшие при государине вельможи, кроме князя Потемкина не знали русского правописания. Безграмотными были не одни лица, окружающие Екатерину, но и большинство наших государственных деятелей 18 века. Это опять к тому, кто нами правил. Люди не знали русского правописания. Смотрите, император Александр I, который был почти на 50 лет моложе Суворова, писал по-русски безграмотно. Между тем, по тому времени был хорошо образован. Нам, конечно, сейчас будут говорить про моду на все французское, что люди говорили по-французски, а по-русски было говорить дурным тоном. Русский язык это язык черни, холопов. Но вам не кажется, что это просто оправдание? Какие-то мантры, которые нам читают? Как родной язык может быть языком черни и холопов? Это же родной язык, родная речь. Так в том-то и дело, что для них он был не родной. Точно так же пишут гастарбайтеры по-русски, которые приезжают сюда работать. Слов-то русских они нахватаются, а как правильно писать их они не знают. Их-то этому не учили. Читаем дальше. С течением времени Суворов не только не исправил свой слог, а даже стал писать еще безграмотнее. И приводятся его образчики правописания, где сохранены все особенности его орфографии. Сестра Суворова, Алешева, писала одинаково безграмотно, пожалуй, даже хуже его. Дальше. Весьма многие из писем Суворова в имение и его расположение по хозяйству написаны ужасающим почерком. Как это ни странно, так как предназначались для людей еле грамотных. Читаем дальше. По-французски и по-немецки Суворов писал так же свободно, как и выражался. Но, как и по-русски, очень неправильно. Почему-то из неграмотности и плохого стиля слога Суворова пытаются сделать его оригинальным. Вот смотрите, оригинал во всем, в жизни, в способе ведения войны Суворов был оригиналом и в расстановке знаков припинания. Для историка Суворова его возмутительная по своей небрежности пунктуация представляет непреодолимые трудности. Часто не позволяет доискаться того, что именно хотел сказать Суворов. В данном случае надо иметь особенное критическое чутье и не слишком церемониться с пунктуацией оригинала, лишь бы добраться так или иначе до истинного смысла Суворовских строк. Его выпросительные и восклицательные знаки почти всегда стояли именно там, где им как раз не следовало бы стоять. Читаем дальше, тот же недостаток встречается и в письмах Екатерины. И у нее, вследствие небрежной пунктуации, не раз страдает смысл и ясность, в чем, в свою очередь, часто сознается и она. Но ей-то простительно, она не русская. Она немка София Августа Фредерико. Как бы ее Екатерины не называли, русской от этого она не стала. А что с Суворовым? Он что, не учился в школе, не получил должного образования? В Википедии написано, что он родился в семье генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова, известного своей суровостью деятеля тайной канцелярии. А тайной канцелярии попозже. Вы видите, Суворов добился уже всего при рождении. Он родился в правильной семье. Очень странно, что год рождения достоверно неизвестен. Так может, он и не в России родился. Видимо, не было записи в церковных книгах. С детских лет Суворов проявлял тягу к военному делу. Пользуясь богатейшей отцовской библиотекой, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. Но если он изучал богатейшую отцовскую библиотеку, читал, видел правописание, читал хороший слог, почему же он так неграмотно писал потом и коряво говорил? Или книги эти тоже были не на русском языке? Откуда же тогда такая богатая отцовская библиотека иностранных книг? Вот прям сейчас забейте в поисковике цитаты Суворова или афоризмы. Вы удивитесь их больше, чем у Казьмы Пруткова. Ну, мы помним, тяжело в учении, легко в бою, сам погибай, товарища выручай. Откуда же их столько, если он был косноязычным? Неужели это все придумано? А может и придумано его отношение к простому солдату? Ведь на примере тех же писем все, что было неугодно, было уничтожено и переписано. Власть легко может из героя сделать злодея, а из злодея героя. Неоднократно здесь Суворов пишет о сжигании своих писем, чтобы после прочтения его письма сжигали. Пишет о перлюстрации, что Екатерина II читала письма. Естественно, это все знали и в письмах писали то, что было угодно Софии Августе. Смотрите, в настоящее время редко кто слышит слово перлюстрация. Нарушение тайны писем. Но в царствовании Екатерины II чтение чужих писем и депеш играло весьма важную роль в делах внутренней и внешней политики. Благодаря перлюстрации наше правительство знало о положении дел, настроений, умов, как в России, так и за границей. Намерениях министров или государей западноевропейских держав. Ну и все в таком духе про перлюстрацию. Дальше написано. Суворов без сомнения знал о перлюстрации и принимал необходимые меры. Тем более, что его письма отнюдь не были невинной болтовней. Его современник Безбородко, живо и откровенно описывавший в своих письмах братьям Воронцовым, нашу тогдашнюю политику и придворные интриги, также не раз повторяет просьбу сжигать его письма, как он сжигал письма Воронцовых. Что же касается интересующей нас темы, а именно Крестьянской войны, или как историки его называют Крестьянским бунтом, Емельки Пугачева, в письмах и автобиографии Суворова очень-очень мало. Такое событие практически не освещено. Фамилия Пугачев вообще не названа ни разу. Он называет его злодеем, извергом. Но, собственно, и понятно, почему мы этого не видим в его письмах. Потому что, как мы читали раньше, все эти письма проходили цензуру. Давайте зачитаем небольшой отрывок. Так Суворов описывает в своей автобиографии свое участие в Крестьянской войне. «Правда, я спешил к передовым командам и не мог иметь большого комбоя. Так и не иначе надлежало, но известно ли, с какой опасностью бесчеловечной и бесчестной смерти сумасбродные толпы везде шатались, на дороге множество от них тирански умершвленых. И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ни же чинить повелевал. Ни малейшей казни, разве гражданскую. И то одним безнравным зачинщиком. Но усмирял человека любивную ласковостью, обещанием высочайшего императорского милосердия. По прибытии моем в Дмитровском сведал я, что известный разбойник в близости одной за Волгую слободы. Дальше читать я не буду, вы можете прочитать самостоятельно. Разбойник, злодей, ни одной фамилии Пугачев. Ну и вот, собственно, о чем я и говорил. Еще раз прочитаю. И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ни же чинить повелевал. Ни малейшей казни, разве гражданскую. И то одним безнравным зачинщиком. Я, кстати, согласен, что слог ужасный. Очень мало что можно разобрать в этом. Но то, что Суворов под видом Пугачева устрашал то ли мирное население, то ли солдат, которые могли переметнуться на сторону Пугачева, это факт. Мне интересно вот что, где он пишет, с какой опасностью бесчеловечной и бесчестной смерти сумасбродные толпы везде шатались, на дороге множество от них тирански умерщвленных, если войска Пугачева так себя вели в населенных пунктах, то почему, занимая города и крепости, его встречали хлебом и солью и с иконами, как нам об этом пишут сами историки. Согласитесь, тут какая-то нестыковка. И что ж так мало написано? Ну, практически ничего. Да, видимо, потому что матушка не велела. Матушка София Августа Фредерико, которая читала письма и всех держала за горло. Как часто я в комментариях вижу удивление людей, которые спрашивают, почему же это все не отображено в исторических документах. Вот почему, благодаря цензуре, вы понимаете, что за один фильм все секреты, уничтоженные и спрятанные тогдашней цензурой, я вам не открою. А эта тема меня действительно поглотила. Благодаря прошлому фильму я познакомился с интересным автором Алексеем Зайцем. Я использовал часть его статьи «Крестьянская война 1773-1775 годов. Где крестьяне?» Внизу в описании под этим видео я оставлю ссылку на статью из живого журнала Алексея и на его ютуб-канал. Он так и называется Алексей Зайц. И вы знаете, им проделана колоссальная работа в этом направлении. И мы решили, объединив усилия, попытаться докопаться до истины и рассказать об этом людям. Алексей очень много времени потратил на изучение текстов. У него есть очень много интересной информации, которой мы постараемся с вами поделиться. Приведем примеры искажений информации, где в старых книгах написано одно, а новая редакция искажает информацию. Алексей изучал как раз методы искажения информации. Алексей несколько лет прорисовывал в программе Google Earth карту наших рек, изучал волоки. Ну а как мы знаем о роли рек в прошлом, когда реки являлись по сути дорогами, то проделанная работа Алексеем по составлению такой карты является действительно ценным ключом к познанию того самого прошлого. Ссылку на скачивание этого файла, который Алексей распространяет абсолютно безоплатно, вы также можете найти внизу в описании под этим роликом. Ну а я советую вам перейти на канал Алексея. Я уверен, там вы найдете много интересной для вас информации. Ну а мы давайте перейдем к цензуре середины и конца 18 века. Как я уже говорил, отцом Александра Васильевича Суворова был деятель тайной канцелярии Василий Иванович Суворов. Ведь мы знаем, как важно родиться в правильной семье сейчас. А уж тогда это было особенно важно. В свою очередь Василий Иванович был сын генеральского войскового писаря, а также он был крестником Петра Великого. Вы знаете, отец Суворова прекрасно себя чувствовал при всех российских монархах. При Анне Иоанновне он состоял в прокурорах полевых войск. Потом обратил на себя внимание императрицы Елизаветы Петровны. В чине генерал-майора был назначен членом военной коллегии. А это высший орган военного управления в Российской империи. Ну а дальше участвовал в так называемом низложении Петра Третьего. То есть в дворцовом перевороте, когда убили Петра Третьего и на трон вступила Екатерина Вторая, София Августа Фредерика Ангальцербская. Вот для кого она была матушкой, как ее в своих письмах называет Александр Васильевич Суворов. И после этого разве можно верить, что национальный герой России, величайший полководец, прошел весь путь от простого солдата до генералиссимуса? Ведь так рассказывают нашим детям в школах от простого солдата до генералиссимуса. Поверьте, судьба Суворова уже была предрешена при его рождении. Ну а легенда, конечно, нужна для будущих солдат, которые должны стремиться стать генералами. Ну и из старого анекдота мы-то знаем, что у генерала есть свои дети. И сыну полковника генералом не стать. Биографы Суворова приводят следующие высказывания императрицы о его родителе. Цитирую. Суворов мне очень предан и в высокой степени неподкупен. Он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии. Я бы желал доверять только ему, но должна держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала. Отец Суворова был суровый. Ну, наверное, в тайной канцелярии других и не держали. Кстати, в одном из романов Валентина Пикуля «Слово и дело» был описан эпизод, как опальный князь Иван Долгорукий отпыток сошел с ума. А именно Суворов ездил в Тобольск вершить слово и дело. Да, именно такие были методы у тайной канцелярии. Главным орудием были пытки и допрос с пристрастием. Откуда же взялась эта тайная канцелярия? И какие функции она выполняла? Историки нам говорят, что при Петре Первом 70% всех дел это преследование участников антикрепостнических выступлений. Видите, как так называемое крепостное право связывает разные темы. С чего все вообще началось? Оказывается, все с того же Алексея Михайловича Романова, отца Петра Первого. Так в соборном уложении 1649 года присутствует положение, которое называется великими государевыми делами. То есть, вы понимаете, законодательно было запрещено плохо отзываться о царе. Это было преступление, заключающееся в неуважительном высказывании по отношению к монарху или к его отдельным действиям. При Петре Первом это положение великими государевыми делами получило уже широкое развитие. И неодобрительное слово о действиях государя уже были подведены под понятие государственного преступления, караемого смертью. Под страхом смертной казни установлена была обязанность доносить о преступлениях против его величества. Как говорилось, сказывать слово и дело государева. Вы видите, вот где начинается цензура на законодательном уровне. Соборное уложение 1649 года. Совсем недавно я делал фильм «Запрет на русскую душу». Подсказка на него у вас появится в правом верхнем углу экрана. Как раз же к этому периоду относятся гонения на гусли, скоморохов, скоморошества. Именно здесь происходит христианизация Руси, навязывается новая вера, староверов называют раскольниками, сжигают их в срубах. Как же могло столько событий произойти в один момент? Я думаю, эту тему мы еще обязательно затронем впоследствии. И почему-то именно в правлении Алексея Михайловича издается закон о том, что нельзя хулить царя. А что же было раньше? Что ж, о тиране Иване IV Грозном? Ведь тираном его называют наши историки. Что ж, о нем плохо никто не отзывался? Или, может быть, отзывался, но он не обращал на это внимания? Или все-таки он не был тираном? Ведь вы понимаете, что с началом закрепощения или рабством русского крестьянина, которое как раз начинается в эпоху правления Алексея Михайловича. И начинается цензура. Сначала нельзя было хулить царя, а в дальнейшем при Екатерине уже нельзя было вслух произносить то, о чем не говорят. Это я уже о манифесте Софии Августы Фредерики, запрещающей произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия. Так называемый манифест о молчании. Или указ о неболтании лишнего. Мы еще дальше поговорим о многих ее манифестах. Постараемся раскрыть эту тему под другим углом, не так, как нам описывают это все наши историки. По сути дела, цензура и началась с приходом первых Романовых к власти. Тайная канцелярия, секретные комиссии, слово и дело Государева, канцелярия тайных и разыскных дел, как угодно. При Софии Августе Фредерике это была тайная экспедиция. Названия менялись, суть оставалась прежней. Главным орудием которой были пытки и допрос с пристрастием. Но почему-то из того же Петра, Елизаветы Петровны, Екатерины Второй нам тиранов никаких не рисуют. Они великие реформаторы, которые много сделали для России. Это вам не тиран Иван Грозный. Но когда начинаешь в этом копаться, по сути все наоборот. Как вы понимаете, все в один фильм не уместить. И это только начало нашего повествования о крестьянской войне 1773-1775 годов. Дальше мы будем сравнивать тексты, сравнивать карты, рассмотрим военные действия, численность сторон. И узнав правду о этой войне, мы можем понять другие вещи. Например, что Соединенные Штаты Америки были образованы как раз после победы над Пугачевым в 1776 году. Уже по-другому мы посмотрим на войну 1812 года. И точно такую же войну, которая идет на территориях Соединенных Штатов Америки. Так что, если не хотите пропустить все эти фильмы, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Ну а если у вас есть желание поддержать нас, то заходите в наш магазин Предсельмак, в котором вас ждет много летних новинок. Льняные брюки с карманами. Как дополнение к нашему беспроигрышному классическому фасону, хотим предложить льняные брюки, слегка зауженные внизу. Благодаря технологической обработке наш лен прекрасно держит форму, позволяет даже в такой, как сейчас с летней зной, сохранить ощущение прохлады и свежести. Есть возможность переставлять карманы с модели на модель или вовсе их убрать, если появится такое желание. Как всегда, приветствуются все индивидуальные решения, ведь у нас не оптовый пошив. То же касается наших шорт из натурального льна и хлопка. Это удлиненная, очень комфортная модель, которая подойдет и для отпускного гардероба, и для элегантного городского образа. А еще лучше будет смотреться костюм, в котором шорты изготовлены из более темной хлопковой ткани, а удобная рубашка на пуговицах, да еще и с капюшоном, из более тонкого стопроцентного хлопка. Сочетание идеальное. Костюм очень удобный, цвет практичный и на мой взгляд совсем не избитый. Опять же, все детали и карманы обсуждаются. При желании вы можете и изо льна подобрать себе рубашку, брюки или шорты одинакового цвета, которые также будут смотреться костюмом. В общем, вашу фантазию мы никак не ограничиваем и всегда пойдем навстречу любым капризам. А уж цветов, поверьте, у нас хватает. Мне уже трудно перечислить весь ассортимент всевозможных рубашек с коротким и длинным рукавом на пуговицах с прямым или косым воротом. Но отдельно хочу обратить ваше внимание на женское платье сарафан. Необыкновенно удачная модель, которая независимо от цвета и размера непременно украсит вас. Ну а на этом у меня сегодня все. С вами был председатель. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok